Торсионные заряды, вот мы видим с вами, картинки свободно проходят через любые среды. Преград нет для торсионного заряда, так как квант его нейтрино. Торсионное поле передаёт не энергию, а информацию, без задержки, без препятствий. Итак, вакуум – это самокомпенсированная среда. Вот мы смотрим нейтральное, где левое вращение компенсирует правое вращение, а на нейтральной физической материи. Но как только у человека возникает мысль, нарушается однородность физического вакуума. И что дальше происходит? Тогда в физическом вакууме изменение в торсионном поле начинает сопровождаться изменением характеристик поля, но выделением энергии. То есть изменение торсионных поля сопровождается выделением энергии. Здесь мы видим, откуда берётся энергия. То есть в вакууме наблюдается зарождение вещества. Именно в вакууме под воздействием информации, то есть сознания человека, и возникают электронные пары. Любая линия, проведённая на бумаге, написанная, произнесённая, промысленная, нарушает однородность физического вакуума. И он реагирует на это созданием торсионного поля. Эффект формы. Возникает форма определённая, да, информационная. Любая созданная информационная форма, она стремится к проявлению. И вот физический вакуум, он на самом деле, то есть какую мы форму создадим, да, то мы и получим. Это же нейтральная среда. И физический вакуум при этом одновременно ведёт себя как абсолютно разумная субстанция. Как бы что посеешь, то пожнёшь. Что создадим, что посеем, то и получим. Физический вакуум ведёт себя в этом плане как разумная субстанция. Это напоминает поведение человека в зависимости от того, с кем он общается, да, какая реакция. То есть мы видим с вами, что на самом деле окружающая нас реальность, она очень разумна. И мы рассмотрим математическую модель мира. Вот на сегодняшний день ортодоксальная математическая модель мира состоит в этими уровнями реальности. Это твёрдые тела, мы знаем реальные жидкие тела, мы знаем газ, плазма, физический вакуум, первичные торсионные поля. И ещё это акциональная наука говорит о неком седьмом уровне, об абсолюте. Так вот для каждой из шести уровней составлены содержательные уравнения, решения которых позволяют описывать функциональные свойства этих уровней и сами эти уровни абсолютно точно. И только для седьмого уровня ортодоксальная наука никак не может вывести строгий математический анализ функционирования этого уровня. На сегодняшний день этот вопрос решён. Есть докторская диссертация гробового Григория Петровича, прикладные структуры, создающие области информации, то есть открытие области информации, которая создаёт. То есть математически точно в этой докторской диссертации гробового Григория Петровича доказал существование области информации, которая создаёт, доказал существование Бога, описал математически точно функции и прикладные структуры применения этой области, её существование в каждой точке пространства времени, в каждом элементе, в каждом объекте, везде. Но об этом подробнее можно будет говорить на факультативных вебинарах по изучению труда гробового Григория Петровича, прикладные структуры, создающие области информации. Итак, открытие создающей области информации, это ФСП Григория Гробового. Формула новизны здесь состоит в том, что открыта область информации, которая создаёт. Открытие свойств и месторасположение создающей области информации на практике привело к излечению от четвёртой степени рака и СПИДа. И протоколы результатов эти зафиксированы нотариально в ООН. И еще немного у нас есть информации. Сейчас будет 12 часов, да, уже встреча образовательного центра. Если хотите, можете перейти, пожалуйста. Я в любом случае продолжу лекцию и сделаю её на запись. То есть можно будет потом в записи познакомиться. Итак, ФСП Григория Гробового – это открытая область информации, которая создаёт. В этом труде, это же математически точное описание, это защищённая докторская диссертация, открыт основной закон получения энергии. То есть энергия получается из гармоничной области взаимодействия между элементами реальности. Символически, здесь математически выражается так, что энергия – это объём, и С – это скорость восприятия объёма. Например, объект, который мы воспринимаем, скорость, которую мы воспринимаем, как подойти к пониманию этого? Выше скорости, чем скорость восприятия создателя или скорость обработки создателя? Её, конечно, нет. Но какое у него восприятие объекта? А у него восприятие объекта создающее, и создающее сразу, и на бесконечность, и на навсегда, и созидательное. И то есть, когда мы увеличиваем скорость восприятия, объём определенной информации, получается, и создаётся энергия. Выделение энергии создаётся не из объекта, а из гармоничной области соотношений объекта и области восприятия данного объекта. К области восприятия данного объекта относятся наши восприятия. И есть объекты, и нам нужно гармонично взаимодействовать с людьми, с миром, с Богом, с любыми объектами мира, с любой информацией. Это есть бесконечный источник энергии. Мы же видели, откуда берётся энергия, да? От изменений, которые происходят в торционных полях, ну, в зависимости от того, что, как мы создаём, да? И данная гармоничная область, она является константой. И это является открытием того, что энергию можно по увеличению, не нарушая равновесие процессов созидания. То есть принцип бесконечного функционирования объекта. А для человека это означает бессмертие. Принцип бесконечного функционирования объекта доказан. И здесь, как говорится, если рассмотреть задачу, когда объём является текст книги, тогда видно, что энергия, она очень индивидуальна и зависит от скорости восприятия текста читающим. Или один человек читает, да? Или другой, естественно, они по-разному будут воспринимать. Или, например, вы прочитали сегодня книгу «Воскрешение людей. Вечная жизнь. Отныне наша реальность». Развились, развили скорость восприятия, прочитали её через месяц, энергия будет уже совсем другая. Она будет индивидуальна и даже для каждого. И всё это постоянно динамично и меняется. Следовательно, такой подход к открытию энергии позволяет сделать выводы, что любое изменение энергии, оно отражается на любом внешнем объекте. Именно с уровнем созидания. Это значит, что показанный способ получения энергии не разрушает внешние объекты. Любые изменения внешней среды через указанное осознание энергии, то есть нам достаточно осознавать вот энергию так, да, и воспринимать уже, что мы через гармоничную область взаимодействия с людьми, с миром, с объектами имеем бесконечный источник, да. То есть любые изменения внешней среды через вот такое осознание энергии соответствуют эволюции неразрушающего характера, то есть эволюции бессмертия, эволюции воскрешения, созидания эволюционного пути именно вечности жизни. Таким образом, рассмотрение нашего восприятия и нашего сознания, в качестве которого элемента устройства мира, при этом понимание, что участвуют на равных совершенно позициях наше сознание для создателя, да, это привело к получению энергии для объекта. Понятно, что энергия получается не из объекта, а из гармоничной области соотношения объекта и нашего восприятия данного объекта. И данная гармоничная область, она является константой, постоянной величиной. Это открытие, что энергию можно получать с постоянной величины, не нарушая процессов равновесия, процессов созидания. При этом не разрушается ни сам объект, получающий энергию, ни объект, из которого получается энергия, и ни какой-либо иной объект. Это принцип бесконечного функционирования. И для человека это бессмертие. Таким образом, открыт неубывающий источник энергии. Такие технологии созидательны, и они очень гармонично управляемы сознанием. И мы понимаем, что весь мир находится в позиции возможных состояний в зависимости от сознания наблюдателя. Ну, мы даже успели с вами ту информацию, которую я планировала. Мы с вами с ней познакомились. Спасибо большое. И продолжим наши встречи, вот такие водные учения Григория Петровича Гробового на следующих встречах. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...